здравствуйте дорогие слушатели с вами компания научно-производственный центр ревитализации здоровья и врач генетик кандидат медицинских наук табурова ирина юрьевна продолжаем знакомство с продукцией нашей компании сегодня мы поговорим о защите женского организма и о продукте фемолин пожалуйста как обычно перед началом работы как меня слышно как меня видно как вы видите презентацию кто-то видит кто-то слышит хорошо спасибо большое плюсики пошли и значит мы с вами можем начинать работу и так как обычно перед тем как подходить к препарату непосредственно давайте пройдемся по тем вопросам да по вообще по структуре нашей женской половой системы и по тем вопросам тем проблемам которые могут возникать по слабым звеньям по предпосылкам создания препарата ну и что он может чем он может помочь каким образом прикрыть эти слабые звенья компенсировать какие-то негативные влияния и так начнем мы с вами с классификации большой гинекологических заболеваний делятся они на три большие группы по идеологии до связанные с воспалительными процессами с гормональными нарушениями и так называемые объемные процессы или опухолевые процессы воспалительных заболеваниях что нам интересно что нам важно и что нам нужно подчеркнуть источником заражения могут быть самые различные микроорганизмы это могут быть и вирусы это могут быть и бактерии и грибы но что важно нам с вами здесь знать что очень многие из них носят название условно-патогенные то есть не абсолютные патогены а условные это значит что поднимают голову и развиваются в нашем организме они только тогда тогда существует недостаток иммунной защиты причем как иммунной защиты центральной общей некий общий иммунодефицит неважно с чем связаны по какой причине развившийся так и местный иммунодефицит который может быть следствием недостаточности наших местных барьеров основным местным нашим барьером является наша местная симбиотная микрофлора то есть это наши лактобацилы и если лактобацилы по какой-то по какой-то причине погибают то барьеры разрушаются а жизнь наших лактобацил именно вот в репродуктивной системе женщины очень сильно связано с ее гормональным фоном и тут мы с вами подходим вот к этой большой группе гормональных расстройств нарушений которую мы сейчас и рассмотрим а группу опухолевых проблем мы с вами рассмотрим на следующем семинаре когда будем изучать продукт момента вообще что такое в репродуктивные органы женщины эту картинку наверное еще из курса анатомии школьной все помнят что у нас есть вот этот вот замечательный орган называющийся яичником и мы с вами его изучали когда изучали эндокринную систему да это один из исполнительных органов это наша эндокринная железа а вот и для нее существуют органы мишени это матка полый мышечный орган фаллопиевы трубы шейка матки и влагалище эндотелий влагалища а также эндотелий матки и фаллопиевых труб претерпевает циклические изменения в зависимости от уровня гормона центральная регуляция тоже мы уже не раз с вами смотрели на этот слайд на эту картинку на эту схему и в принципе помним что у нас есть кора головного мозга у нас есть таламические структуры гипоталамические структуры и это все центральные регуляторы да это директор завода как мы с вами говорили директор и его два зама самые главные управители всей эндокринной системы которые через приказы плюс и минус делай и не надо делать до либерины и статины информационные молекулы что-то говорит гипофизу исполнительному нашему директору и который уже отправляет специфические сигналы для каждого органа да эти сигналы еще называются тропными гормонами тропными то есть они имеют тропность родство к какому-то уже конкретному органу точно также есть два гормона фолликулостимулирующие лютеинизирующие гормоны которые управляют нашим циклом циклом жизни яичника до циклом развития фолликула высвобождение яйцеклетки и дальше образование желтого тела все это происходит в течение месяца яичники вырабатывают соответственно свои гормоны которые воздействуют на органы мишени а вот посмотрите пожалуйста по схеме в течение месяца как это все происходит а вот здесь вот справа написан список гормонов которые вмешиваются в это некоторые управляют напрямую но концентрация каких-то очень большое значение оказывает на весь этот цикл для чего они здесь написаны ну не для того чтобы в этом разбираться не для того чтобы это запоминать да это скорее нужно эндокрионологом все эти вот схемы уровни пики этой картинкой мы хотим показать и сказать как много гормонов участвуют в формировании женского цикла яичников матки эндометрия и слизистые влагалища и слизистые женских половых органов мы вспоминаем когда мы говорим об этом цикле ну эстрогены если женщины еще используют гормональные контрацептивы они вспоминают еще и слова прогестерон или слова гистогены да но на самом деле посмотрите для того чтобы цикл прошел и прошел полноценно для того чтобы произошла овуляция то есть выход яйцеклетки из пузырька до из овулятор из фолликулов нужно достаточный уровень и гормонов гипофиза то есть фолликулостимулирующего лютеинизирующего вот они здесь тоже показаны на схеме да и вот пик лютеинизирующего гормона нужны эстрогены и гистогены вот они эстрогены и дальше повышение гистогенов прогестерона тоже по фазам но кроме этого на эту на эту схему здесь это не показано но также влияет и мужские половые гормоны тестостерон которые у нас тоже синтезируются и пролактин и окситоцин гормоны гипофиза которые тоже у нас синтезируются в небольшом количестве даже в базовом уровне в небеременном состоянии влияют гормоны коры надпочечников а также мелатонин и адреналин с норадреналином о чем говорит эта схема о чем говорит это множество гормонов о том что настройка правильной работы вот этой вот всей нашей репродуктивной системой направлены на на овуляцию на сначала появление яйцеклетки а затем на формирование эндометрия в который эта яйцеклетка может внедриться то есть на беременность это очень тонкая настройка которая состоит из гораздо большего числа гормонов и действующих факторов чем указаны здесь туда же еще входят и микроэлементы такие как цин как магний туда же входят витамины такие как токоферол витамин е витамина и многое-многое другое простагландина и многое другое и вы понимаете что чем больше составляющих в этом цикле тем легче его сбить а кроме того этот цикл он циркадный то есть он месячный а он зависит от времени а временные настройки у нас все идут через мелатонин и если синтез этого гормона гормона эпифиза сбивается по какой-то причине мы с вами уже знаем что сбивает его это стресс прежде всего вот это вся сложная система настроек начинает разрушаться а если хотя бы один из гормонов по какой-то причине выбивается из концентрации то есть становится или ниже нормы или выше нормы то вся эта система сложная отлаженная начинает уже звучать фальшиво вы можете себе это представить в виде музыкального инструмента и если мужскую половую сферу мы можем представить себе в виде семиструнной гитары где всего 7 струн их надо наладить до чтобы играть хорошо и не фальшивила она то женскую половую сферу мы можем представить себе в виде огромного фортепиано в котором несколько октав да и огромное количество вот этих вот струн и если хотя бы одна клавиша одна струна будет не настроена то вся мелодия будет звучать фальшиво вот в данном случае в нашем случае фальшивое звучание мелодии это как раз и есть гормональные сбои которые могут привести с одной стороны нарушению репродукции то есть к тому самому бесплодию даже если женщина в данный момент не планирует заводить ребенка беременеть это может привести к нарушениям менструального цикла это может привести к нарушениям работы и центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата кроме того это может привести еще и к опухолевым заболеваниям то есть когда каких-то гормонов в частности например эстрогенов слишком много и они не компенсированы прогестероном да то у нас начинается не контролируемая пролиферация чуть больше мы об этом поговорим когда будем говорить о мамитоне все половые гормоны связаны между собою посмотрите как происходит их синтез вот это вот схема синтеза половых гормонов для того чтобы понять две вещи во первых они все взаимопревращаемые друг друга а проходят синтез до через друг друга а во вторых они начинаются все от с того самого нелюбимого холестерола от которого все пытаются избавиться да то есть когда есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания высокий уровень холестерина все начинают его снижать женщины особенно стараются его снизить диетами но тем не менее посмотрите какую важную роль холестерин и холестерол да это вот ароматическое кольцо играет в нашем организме если женщины чрезмерно увлекаются диетами и худобою если врачи лечащий чрезмерно увлекаются статинами и снижением уровня холестерола то можно добиться того что снизится уровень не только холестерола да но и его производных то есть всех половых гормонов посмотрите пожалуйста синтез женских половых гормонов идет через синтез мужского полового гормона то есть сначала у нас из холестерола получается тестостерон в печени и затем в яичниках он трансформируется в самый активный женский половой гормон эстрадиол а прогестерон получаются вообще как промежуток между тестостероном и эстрадиолом то есть в организме женщины есть все гормоны и мужские половые гормоны и женские половые гормоны каждый из них несет свою функцию а какова функция половых гормонов в организме совершенно очевидно и понятно что функция мужских половых гормонов мужском организме это развитие муж плода изначально по мужскому типу а затем уже взрослого организма до взросления то есть развитие первичных и вторичных половых признаков точно так же как и в женском организме женские половые гормоны отвечают за развитие первичных и вторичных женских половых признаков а затем за рост развития яйцеклетки за способность к воспроизводству к репродукции за всю фазу за всю беременность за роды, за кормление, это понятно. Но кроме этого, и мужские половые гормоны, и женские половые гормоны имеют ряд внегенитальных, экстрагенитальных функций, не связанных напрямую с репродукцией, с репродуктивной системой. Какие это функции? Все эти гормоны, и мужские половые, и женские половые, они способны проникать в ядро клетки и напрямую воздействовать на синтез ДНК и синтез белка. Чем это заканчивается? Тестостерон и его более активный аналог дегидротестостерон ответственны в нашем организме за опорно-двигательный аппарат, за синтез белка в основном в мышцах, за синтез белка в соединительной ткани, за синтез белка в костях. То есть тестостерон – это формирование костного скелета, формирование мышечной основы, формирование соединительной ткани, то есть хрящей, связок, суставов. Кроме того, тестостерон оказывает влияние на развитие нервной ткани. Под его воздействием нервная ткань развивается. Если есть недостаток тестостерона, то у плода, а в дальнейшем и у ребенка есть большой шанс развиваться с умственной отсталостью. Женские половые гормоны точно так же проникают внутрь клетки, точно так же воздействуют на синтез белка, и кроме органов мишеней, то есть это, как мы говорили, матка, фаллопиевы трубы, влагалища, также воздействуют на сердечно-сосудистую систему, на стенку эндометрия, на эпифизы костные, на кости, на кальций, когда входит в кость, да, это тоже контролируется эстрогенами, на соединительную ткань, на структуру коллагена, ну и практически получается, что на все органы и ткани. Поэтому, когда говорят, что, ну вот хорошо там, ну нарушение синтеза в женской половой, даже синтеза гормонов в женской половой системе, ну не вырабатываются фолликул, ну есть бесплодие, ну а может быть женщина больше и не планирует никого рожать, да, вот она уже родила положенное ей количество детей, и больше ей и не надо, ну и пусть не работает эта репродуктивная функция, но не работает не только репродуктивная функция, начинает страдать, и все вот эти вот ткани, которые опосредованы через синтез белка, синтез ДНК, связаны с эстрогенами и тестостероном. Как эта связь на уровне клетки происходит? Посмотрите, пожалуйста, вот эту схему, да, видите, вот эта вот клетка, вот она, вот ее границы. Тестостерон может проходить, тот, который получился у нас в печени, из холестерола, с кровью он транспортируется до клеток, и попадает в клетки, либо семенники, если это мужчина, либо яичники, если это женщина. Проходит через мембрану, поскольку он липофильный, да, и здесь связывается, сначала превращается в эстрадиол, да, часть тестостерона остается тестостероном, вот, и дальше связывается с белком, с рецепторным белком, и вот такой уже комплекс, он способен проникнуть в ядро и является активатором для гена, для каких-то генов конкретных. Дальше начинается синтез белка, вот то, что мы говорили, пролиферация клеток, построение костной ткани, построение соединизной ткани, мышечной ткани, сосудистой ткани и так далее. Что здесь важно? Важно, когда мы с вами будем говорить о так называемых фитоэстрогенах. Вот. Или фито гормонах, аналогах тестостерона. Дело в том, что некоторые растения, они синтезируют вещества, не абсолютно идентичные нашим эстрогенам и тестостеронам, но очень похожие по структуре. Похожие настолько, что молекула белка рецептора способна распознать этот комплекс как свой гормон и провести его в ядро. И эффект будет точно такой же, как и от поступления эстриолы или тестостерона. И вот на этом основан эффект фитоэстрогенов, то есть некоторых трав, которые действуют как аналоги женских половых гормонов или мужских половых гормонов, мягко активизируя клетку на собственные биологические процессы. Еще раз по органам-мишеням. Посмотрите, практически нету такого органа, который бы не был затронут половыми гормонами. Понятно, что это вся половая репродуктивная система, причем не только половая система, но и мочевыделительная система. То есть это две анатомически рядом расположенные системы. И эндотелий половой системы, он тоже, мочевыделительной системы, он точно так же, как и эндотелий половой системы, очень сильно зависит от синтеза эстрогенов. И у него тоже есть свой цикл в зависимости от цикла уровня смены гормонов, эстрогена и прогестерона. И точно так же его барьерные функции очень зависят от и размножения лактобацил, очень зависят от уровня гормонов. Когда уровни гормонов снижаются, снижается и концентрация лактобацил, и сразу снижается и барьерная функция, и способность к репликации этого эпителия, то есть к восстановлению, к делению. Понятно, что молочные железы очень зависят. Это тоже ткань мишей. Но посмотрите, как мы с вами говорили, вся костно-мышечная система. Работа печени здесь – это метаболизм липидов. Он находится под контролем эстрогена. Понятно, что это кожа, волосы, ногти, суставы и прочее, как производные коллагена. Но кроме этого мозг, сердечно-сосудистая система, толстый кишечник, ну и то, что мы с вами говорили, мочеводелительная система. То есть нет такого органа, который не зависел бы в нашем организме от уровня половых гормонов и не страдал бы, если начинается какой-то гормональный дисбаланс. А почему этот гормональный дисбаланс может начаться? То есть из-за чего вдруг? Вы видели, какая тонкая настройка должна произойти для того, чтобы этот цикл был правильным и ровным? Так вот, первое, что в женском организме сбивается при стрессе, при каком-то перенапряжении, физическом или психическом, это как раз вот этот вот гормональный цикл. И хорошо, если он сбивается только на так называемый анавуляторный цикл. То есть тогда, когда фолликул созревает, но не хватает у организма сил и вот этих пиков гормональных для того, чтобы фолликул разорвался, для того, чтобы созрела яйцеклетка, яйцеклетка не образуется, ну и просто этот цикл анавуляторный, если вдруг в этот момент женщина планирует беременность, то просто в этот месяц беременности не произойдет. А если не планирует, то она и не заметит, что он был такой. Организм себя сохраняет, сохраняет энергию, не создает яйцеклетки. Но если дисбалансы становятся все больше и больше, то это может перейти и в плюс ткань, то есть в различные гиперпластические процессы, в нарушении не только менструального цикла, но и нарушение синтеза гормонов, которое повлияет на все ткани и органы. Итак, это стресс. Самое тяжелое, самое болезненное, что бьет по женским циркадным ритмам, по выработке мелатонина, по этому месячному циклу, это различные перенапряжения, стресс. Именно поэтому женщину всегда стараются по правилам охраны труда освободить возможности и от ночных каких-то дежурств, и от физических перенапряжений, связанных с вредными условиями труда, с подъемами тяжести, с какими-то переохлаждениями, чрезмерной или недостаточной физической активностью. Именно поэтому в армии в основном все-таки служат мужчины, потому что это все стресс, это все чрезмерные перенапряжения. Кроме этого, второй очень важный, кроме стресса, неблагоприятным фактором, который влияет на гормональный фон женщины, это интоксикации. Различные интоксикации. То есть то, что вот сейчас стало модно, и молодые девушки начинают курить с измольства, на самом деле это страшный удар по их яичникам, и то, что потом, становясь молодыми женщинами, даже уже бросив курить, эти девушки остаются бесплодными или имеют проблемы с беременностями, в общем-то не удивляет. Потому что любая интоксикация, будь то интоксикация на работе, будь то интоксикация, связанная с приемом каких-то наркотических веществ, или лекарств, или связанная с неблагоприятной экологической обстановкой, она тоже нарушает вот эти вот циркадные ритмы яичников. Прежде всего. Ну и третья большая группа, это, конечно, то, что происходит непосредственно с репродуктивной системой, какие-то процессы, которые изнутри нарушают ее функцию. То есть прежде всего, конечно, это инфекции, заболевания, передающиеся половым путем. Да, ну а кроме этого, роды, аборты, особенно травматичные, ну различные травмы, операции, и какие-то общесоматические и гинекологические заболевания. То есть вот три большие группы неблагоприятных факторов, которые могут влиять на женщину. Стресс, интоксикация и гинекологические заболевания. Как проходит схема стресса, мы с вами уже видели не раз. Да, и еще раз пройдемся. Это возникает в центральной нервной системе некоторая эмоция, которая замыкает цикл вот этого патологии, гинекологического ответа. Выходит уже на подкорковые структуры с коры, на лимбическую систему, на наш гипоталамус, на нашего управителя, на наш гипофиз, на нашего исполнительного директора. И дальше идет к эндокринным железам. Эндокринные железы получают сигналы и дальше давят иммунную систему на стрессе, мы помним, которая дальше может выйти из-под контроля и дать синдром отмены наоборот, аутоиммунные заболевания, наоборот, гиперактивацию, либо это будет иммунодефицит. И действуют непосредственно уже на ткани и клетки-мишени, увеличивая количество атипичных клеток, причем здесь атипичные клетки, это не только раковые клетки, но и клетки, находящиеся просто в дисбалансе. То есть те, которые работают неправильно, они получили какие-то непонятные им сигналы сверху, то ли работать, то ли не работать, они перестали реагировать на какие-то указания руководства и делают то, что сами считают нужным. Вот вам развитие психосоматического заболевания. Какие симптомы мы увидим у женщин? Эти симптомы можно разделить на две большие группы. Это группа со стороны репродуктивной системы и группа со стороны экстрагенитальных органов-мишени. Если со стороны репродуктивной системы все достаточно связано, логично, понятно, да, это прежде всего нарушение менструального цикла женщинам будут жаловаться либо на частые обильные болезненные, либо наоборот на редкие и скудные, на бесплодие, на нарушение какие-то в сфере общения, на нарушение полового влечения, на нарушение функции мочевого пузыря могут также жаловаться. Но при этом не будет реально при обследовании симптоматики со стороны мочевого пузыря. То есть воспаления нет, а жалобы есть. Это тоже симптомы нарушения женской репродуктивной системы. Ну и предменструальный синдром, мы с вами пару слов о нем, пару слайдов посмотрим более полно потом. Что со стороны экстрагенитальных органов мишеней? Жалобы на утомляемость, на разражительность, на слабость, на нарушение ночного сна, или наоборот на сонливость, на головокружение, головные боли, снижение памяти. На это все будет жаловаться женщина, и чаще всего ее отправят либо к невропатологу, либо к терапевту, будут грешить на состояние ее нервной системы, что в принципе правильно, потому что изначально, скорее всего, оно привело к таким нарушениям. Будут пытаться как-то восстанавливать функции нервной ткани, а изначально все это идет от нарушения функции яичников. Сердцебиение, кардиология, другие какие-то сосудистые реакции, причем именно кардиология, чем отличается от болей в сердце при инфаркте, нет никакого субстрата, то есть когда есть инфаркт, там есть закупоренный сосуд и отмирающий кусок мышцы, не кровоснабжающийся. Здесь на ЭКГ, скорее всего, все будет нормально, но женщина может чувствовать боли, иногда достаточно острые, в области сердца. Ну, понятно, что нарушение метаболизма, это может быть либо резкое похудание, либо наоборот резкий набор веса, уровень холестерина может скакать, высокий коэффициент атерогенности, уровень сахара, а также нарушение структуры коллагена и все, что с ним связано, кожа, кости, волосы, суставы, связки. Эта симптоматика тоже связана с нашими половыми гормонами. Ну и, наконец, предминструальный синдром, он уже достаточно на слуху, многие женщины и прошли через это, и знают, что это такое. Им называется, возникающая во время менструального цикла, чаще всего во второй фазе, вегетососудистые нейропсихические обменные эндокринные расстройства. Что обозначают все эти умные слова? Давайте разберем. Ну, прежде всего, нейропсихические. Это нарушение эмоциональной сферы, сферы эмоций, сферы мышления, сферы психики. Что может быть? Может быть неустойчивое настроение, раздражительность, плаксивость, иногда агрессия, какие-то депрессии, беспричинная тоска, необоснованная паника, чувство страха, какие-то сексуальные расстройства. И еще много-много чего в зависимости от изначального характера женщины, ее жизненного опыта, ее окружения, ее воспитания. То есть все, что связано с эмоциями. Говоря о вегетососудистых расстройствах, что мы здесь можем отметить? Это различная слабость, вялость, вот как раз то самое головокружение, приступообразные головные боли, мигрени подобные, очень сильные, вплоть до тошноты и рвоты могут быть. Сердцебиение, те самые боли в области сердца, то есть кардиология. Какая-то гиперчувствительность к запахам, звукам, еще чему-то. Различные вот такого плана симптоматики. Ну и кроме этого, различные обменные расстройства. То есть это может быть задержка жидкости, иногда достаточно сильная, до 5-6 килограммов, набор веса. Отеки, жажда, сниженное мочеотделение, боли в суставах и вообще какие-то гуляющие боли по организму. Кожный зуд, нагрубание молочных желез и тоже еще очень много симптоматики плавающей. Почему развивается такое неприятное для женщин расстройство, которое причем беспокоит ее раз в месяц, каждый месяц? Ну прежде всего, за это расстройство ответственны гормоны. Гормоны, которые отвечают за вообще репродуктивную систему женщин. Прогестерон и эстроген и их неправильное соотношение в организме. Вот то, что мы с вами видели на схеме, какое огромное количество гормонов должно прийти в норму, совпасть для того, чтобы прошел нормально менструальный цикл. Если по каким-то причинам произошел сбой, он иногда может быть и изначальный сбой, то есть не устанавливаются месячные, очень трудно установить циркадные ритмы, гипофизу. Включить это все вот в период репродуктивного развития, полового созревания девочек. Иногда он связан, как мы с вами говорили, с тремя основными причинами, которые сбивают этот цикл. Стресс, интоксикация и гинекологические заболевания. Но тем не менее, нарушение абсолютной и относительной концентрации этих гормонов вызывает вот такой предменструальный синдром. К этому можно добавить большую роль простагландина. Простагландины это вещества, медиаторы воспаления, информационные молекулы, которые вырабатываются в тканях для того, чтобы клетки обменивались друг с другом информацией. И эти молекулы передают клеткам информацию о ответе на воспаление и всех реакций которые с ним связаны. То есть это боль, это отек, это расширение сосудов, это покраснение, как следствие. И о том, чтобы эти реакции снижались. То есть уход этих реакций. И вот считается, что воспалительных или провоспалительных простагландинов становится больше, противовоспалительных меньше и вот чрезмерные такие реакции возникают. Как раз вот все реакции болевые, спастические спазмы, спазмы сосудов головного мозга, мигрени, подобные боли, спазмы кишечника и нарушение стула, перистальтики. Вот это вот все связано как раз с действием простагландина. Кроме того, задержка жидкости, расстройство, уводь на солевого обмена и дефицит витаминов. Есть еще генетические и гидропатологические нарушения, на которые уже сложнее воздействуют. Но вот на эти четыре звена, то есть восстановление соотношения гормонов, восстановление уровня провоспалительных и противовоспалительных простагландинов, на задержку воды и на дефицит витаминов, мы воздействовать, безусловно, можем. И еще одно состояние женщины, которые тоже характеризуются изменением концентрации гормонов и как следствие многими проблемами, которые у женщин возникают в этом возрасте. Это климак. Постепенно с возрастом яичники должны синтезировать все меньше и меньше уровень гормонов, репродуктивная функция их заканчивается и должна остаться функция на уровне поддержки. То есть поддержки вот этих вот сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и так далее. Если эта функция исчезает по каким-то причинам, а причины мы три с вами уже разобрали, интоксикация, стресс и гинекологические заболевания, яичники во время климакса либо начинают слишком много синтезировать гормона, либо что чаще всего слишком мало и не остается даже базового уровня эстрогена. И тогда начинаются те самые проблемы, которые женщинам приносит климакс. Какие именно? Ну, прежде всего страдают вот эти вот три системы сердечно-сосудистая, опорно-двигательная, нервная. То есть возникает ишемическая болезнь сердца, то есть повышается уровень холестерина резко, нарушается трофика эндотелия, активно развивается атеросклеротические изменения сосудов, ну и как следствие ишемическая болезнь сердца, ну а дальше как последствия инсульта, инфаркта. Вот первая причина смерти у женщин во время климакса, это как раз сердечно-сосудистые нарушения. Второй причин женщин в климаксе это остеопороз. То есть поскольку не идет стимуляция входа кальция в кости через эстрогены, то можно сколько угодно пить витамин D, пить кальций, но все это не усваивается и кости женщины продолжают терять кальций и продолжают терять коллаген. Кости становятся хрупкими, ломкими, вот переломы тоже характерны. Это вторая большая проблема. Ну и третья большая проблема это то, что работа гормонов половых она очень сильно связана с нервной тканью, она стимулирует рост, развитие питания нервной ткани, поэтому ее ослабление вызывает сначала вот эту всю симптоматику бессонница, раздражительность, депрессия, нарушение сна, а потом вплоть до снижения памяти и до возрастного слабоумия. То есть тяжелое нарушение, не говоря уже о жалобах женщины со стороны мочеполовой системы. То есть, как мы говорили, строение, развитие, секреция, эндотелия в мочеполовой системе очень плотно связано с половыми гормонами. если их уровень снижается до нуля, ниже базового, который может их поддержать, то вот там как раз и начинаются все эти циститы, сухость влагалища, развитие там инфекции, инфекции мочевого пузыря, инфекции влагалища, опущение органов. Вот эти вот все проблемы, которые женщины тоже предъявляют гинекологу во время климакса или в постклимактерический период. Все это связано с базовым снижением гормонального фона ниже нормы. И чем же можно женщину поддержать? И вот для поддержки женщины как в репродуктивный активный период, так и в период климакса был разработан препарат, который назвали фемалин. Поддержка женщин. Состоит он из аргинино-аминокислоты, экстрактов растительных, диаскореи, муиропуама и юхимбе и ресвератрола. Давайте немножечко по каждому действующему веществу пройдемся и посмотрим, что они делают для женского организма. Ну, прежде всего аминокислота аргинин. Мы с ней часто сталкиваемся, она есть и для поддержки в продуктах для поддержки мужского организма, и в детоксикантах, и в онкопротекторах. То есть эта аминокислота очень широкого действия. Почему? Ну, первое, что мы помним, это донор оксида азота, а оксид азота это сосудорасширяющие средства и протектор. Он не только вазодилататор, да, но еще и обладает противовоспалительным эффектом, как раз вот модулирует провоспалительные и противовоспалительные простагландины, да, снижая уровень воспаления, снижая уровень воспалительных простагландинов, цитокинов и восстанавливает эндотелиальную стенку, то есть он защищает сердечно-сосудистую систему. Кроме того, аргинин участвует в процессе детоксикации в печени, он присоединяется ко многим токсичным продуктам, делая их нетоксичными и они выходят из организма. То есть таким образом это еще и мощный детоксикант. Кроме того, он регулирует работу иммунной системы, это иммуномодулятор, как мы говорили, что на стрессе у нас идет иммунодепрессия, ну и дальше много неприятных моментов этой воспалительной, это условно-патогенные, да, микроорганизмы, то есть восстанавливает функцию иммунной системы. Итак, мы защитили нашу сердечно-сосудистую систему, защитили нашу печень, защитили организм от детоксикации, восстановили иммунную систему. Следующие три растительных экстракта, это как раз экстракты, которые несут в себе вот те самые фитоэстрогены, о которых мы с вами говорили, когда рассматривали внутриклеточный механизм действия половых гормонов. То есть это молекулы, которые очень похожи на наши половые гормоны, настолько похожи, что белки-рецепторы их распознают как половые гормоны, забирают внутрь в ядро клетки и начинают регулировать синтез белка, синтез ДНК. Эти вещества часто называют афродизиаками, то есть они стимулируют или усиливают половое влечение, половую активность. Понятно, почему? Потому что увеличивается не сам уровень эстрогенов, а эстрогеноподобные эстрогенозависимые эффекты возникают в организме. Ну, в том числе один из эстрогенозависимых это в том числе и половое влечение. Обладает свойствами экстракта мейропуама, чем он еще хорош, обладает свойствами антидепрессанта, то есть он очень хорошо защищает нервную систему. А мы помним, что особенно в период климакса или в период стресса в репродуктивном периоде, да, у нас все зависит от центральной нервной системы, то есть все идет, весь, все сбои идут через центральную нервную систему. То есть здесь уходит вот этот центральный механизм активации, центральный механизм стресса. Нормализуются болевые импульсы, ощущение боли. Диаскорейка авказская. Действующее вещество диасгенин широко используется и даже из этого, из этой травы изначально извлекали этот фитоэстроген и использовали его в лечебных целях, пока синтезированные не появились. Защищает, кроме того, что действуют все эстрогеноподобные эффекты в организме, в организме женщины, они присутствуют, то есть работает как фитоэстроген, хорошо защищает нашу печень от липидной инфильтрации, то есть нормализует синтез холестерина и половых гормонов своих уже, а как следствие защищает наши сосуды от атеросклероза, от избыточного уровня холестерина, тоже противовоспалительным эффектом обладает. Кроме этого, мы с вами говорили, что есть задержка жидкости, особенно во время предминструального синдрома, это тяжело женщинам переносится. Вот экстракт обладает еще и мочегонным действием, ну и иммуномодулирующим действием, да, тоже восстанавливает иммунную систему. Еще один фитоэстроген, кара йохимбе, йохимбин, тоже все эстрогеноподобные рецепты, эффекты, да, связывается с эстрогеновыми рецепторами, особенно хорош он для стимуляции кровотока, особенно в органах малого таза. То есть многие проблемы, особенно проблемы с синтезом половых гормонов, часто возникают у женщин от застоя крови в органах малого таза. Это связано и со стрессом, это связано и с интоксикацией, с сидячим образом жизни и с нарушением работы кишечника, перистальтики кишечника, особенно с запорами. Вот, и вот йохимбин хорошо восстанавливает циркуляцию крови, особенно в органах малого таза, снижает беспокойство, снижает связанные с этим дискомфорт, неудобства, ну и восстанавливает функции всей мочеполовой системы. Точно также является диуретиком, то есть убирает излишнюю воду, то есть хорошо работает на задержке жидкости на предминструальном синдроме. И было замечено, что йохимбин, он не просто увеличивает расщепление жира, то есть снижает лишний вес, но почему-то он еще способен лишний вес убрать и жир убрать, именно в тех местах, где женщина очень не любит его накопление, а именно в ягодицах и бедрах. То есть вот он тропен к этому жиру и часто используется в препаратах для похудания. Ну и последний действующее вещество, схема, она переходит у нас из вебинара в вебинар, вы ее уже много раз видели, да, это наш любимый ресвератрол. Ресвератрол, который получает вытяжка из кожуры темного винограда, действующее вещество, которое отвечает за вот такие прекрасные свойства виноградного вина, как защита сердечно-сосудистой системы, продление жизни, да, и работает, как мы уже видели, выяснили, через вот этот вот ген, да, ген, который запускает синтез рецепторов первой и второй фазы детоксикации, ферментов первой и второй фазы детоксикации, то есть у нас появляется больше ферментов работающих, больше способность организма освободиться от тех токсических веществ, которые в него попали. Что мы получаем на выходе, что мы получаем в результате от применения этого препарата? Ну, прежде всего у нас восстанавливается наша нервная система, наш психоэмоциональный фон, то есть убирается тот первый момент, первый важный пусковой фактор стресса, психогенного стресса, который запустил у нас весь этот каскад нарушений. То есть выражено антидепрессивное действие, уходят вот эти вот эмоциональные составляющие, восстанавливается сердечно-сосудистая система, то есть нормализуется артериальное давление, если оно было связано, если подъемы его скачки, были психогенные, связаны со стрессом. Улучшается микроциркуляция, восстанавливается и микроциркуляция, в том числе и в органах малого таза, улучшается синтез, собственный синтез эстрогенов. Восстанавливается костная ткань, ну, что особенно важно при климаксе, при остеопорозе. Защищаются сосуды, обладает антиатросклеротическим действием, то есть тот самый атеросклероз, который во время климакса и после климакса начинает активно разрастаться, можно приостановить, можно предотвратить с помощью фитоэстрогена. Возрастает синтез белка в соединительной ткани, мышечной ткани, хрящевой ткани, то есть мы защищаем нашу кожу, она остается красивой, ровной, не пигментированной, не нарушенной, защищаем наши связки прочные, сильные, защищаем наши суставы, крепкие. Восстанавливается обмен веществ и если была с весом какая-то непонятное движение, то есть либо похудание, либо чаще всего все-таки неконтролируемый набор веса, то вот эта проблема тоже может быть решена с помощью этого препарата. Когда можно рекомендовать применять фемолин? Когда есть какие-то нарушения менструального цикла? Конечно, лучше не одиночного, лучше с пептидными препаратами, с эндолутеном и желатолутеном, но на их фоне добавить фитоэстрогены это будет очень эффективно. Не важно, какие есть нарушения менструального цикла, предменструальный сигнал, синдром обильный или наоборот скудные, месячные. Есть какие-то нарушения эндокринного баланса, то есть либо есть бесплодие, либо есть какие-то зарождающиеся фибромиомы, кисты яичников, тоже под контролем гинеколога, но можно вот эти все три препарата применять эндолутен, дженолутен и фемолин. Когда есть проблемы с сексуальной жизнью, то есть есть какие-то нарушения полового влечения, нервозность, депрессия, нарушение сна, тоже можно применять, причем здесь можно даже фемолин в одиночку применять. Да, как фитоэнстроген, он будет прекрасно как афродизиак работать. Если есть период климакса, если уже есть особенность упороза, лучше его не дожидаясь, атеросклеротические изменения, если есть нарушение в моче половой сперии, так называемый гениталуретальный синдром, то что мы с вами все говорили, нарушение мочеиспускания, опущение органов, тонкие слизистые хрупкие, воспаление их, слуджение. Если есть нарушение кожных покровов, быстрое постарение, пигментация, сухость, морщины, вот это все можно применять фемолин, причем тоже, как мы говорили, во время климакса хорошо бы эндолутен, женолутен, а фемолин как раз можно применять в промежутках. Если есть избыточный вес, если особенно он появился на фоне гормональных нарушений, то эта проблема тоже может быть решена с помощью фитоэстрогена. Какие схемы можно рекомендовать? Если эта схема профилактическая, то по одной капсуле утром до еды где-то месяц-два схема можно повторять 2-3 раза в год. Если у нас есть симптомы климакса, то лучше до ухода симптомов 3-4 месяца до полугода по 2 капсулы применять. Естественно все это делать под контролем УЗИ, под контролем гинеколога, под контролем всех исследований. Регулярно его посещать по показаниям раз в полгода как минимум. А если есть жалобы какие-то, то как уже врач сказал, обычно 1-2-3 месяца осмотр должен быть. Вот такой хороший эффективный препарат для защиты нашей прекрасной половины был разработан в фирме. Надеемся, что он поможет нашим женщинам оставаться красивыми, здоровыми очень долго, сохранять и свои сосуды, и свои кости, и свою нервную систему. На сегодня о продукте все. Как обычно мы с вами встречаемся в следующий четверг для того, чтобы продолжить изучение женской репродуктивной системы и поговорить об опухолевых уже процессах, об процессах плюскания, о мамитоне. На сегодня мы заканчиваем. Благодарю вас за ваше внимание, за ваше терпение и до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok